Всем привет! Это обзор седьмой серии шоу Холостяк 10 сезон Украина. Серия мне понравилась, что-то новенькое. Но сделать именно стандартный обзор по серии сложно, так как что было в серии? Холостяк приехал к девушкам на неделю и вечеринка, на которую были приглашены подружки участниц и друг главного героя. Поэтому в этом обзоре предлагаю посмотреть, кто из девушек как себя проявил, пока Холостяк с ними жил. Ольга. Мне нравится девушкам. Поначалу я даже за нее болела, но после этой серии я обеими руками за, чтобы она покинула проект. У девушки было такое недовольное лицо на протяжении всей серии, что жуть. С одной стороны, понять ее можно, но с другой стороны, она же знала, куда шла. Аня. Аня мне тоже очень нравится. И Холостяку она нравится, но как друг. Она сама на себя повесила ярлык клоунессы. И на вечеринке ее подруга поставила точку, пошутив, что она Анина бывшая. Не понравилось, что когда она уходила, то охаяла других участниц. Недостойно. Причем не объяснила, за что она назвала, например, Кристину крысой. Я думаю, когда кидаются такими словами, то нужно обосновывать. Кристина. Кристина в этой серии была мышкой. Не видно, не слышно. Я болею за Кристину, так как она простая девушка. И если она победит, то Холостяк 10 сезон станет современной сказкой про Золушку. Еще девушка нравится мне своей мудростью. Но с другой стороны, в этой серии мне ее не хватило. Дана. Дана проявила себя, как та еще стерва. Костюмчик для Даши был подобран на славу. Она добилась того, что Холостяк посмеялся над соперницей и показала неприглядную сторону девушки. Готовить, как оказалось, Дана не умеет. Подарила Холостяку футболку с пошлой картинкой. Настя. Эта девушка мне не нравится. Особенно тем, что постоянно облизывает губы. Даже заразила этой привычкой Дашу. Но в этой серии Настя молодец. И хозяйственность свою проявила, и женскую мудрость, и терпимость. Что понравилось Холостяку. На вечеринке Настю подставила подруга, подарив корону. Да и друг главного героя докопался с этой короной. Ну и с готовкой, что мужчина должен готовить три раза в неделю, Настя затупила. Есть разные мужчины, и если мужчина зарабатывает деньги, а не лежит дома на диване, то можно его не обременять готовкой. Даша. Видимо, после поцелуя с Максом у Даши открылись какие-то чакры. И всю эту серию она излучала сексуальность. Причем, как при главном герое, так и без него. Жалко, что Даша не одела первый костюм. Мне кажется, он бы ее не испортил. Зато Холостяк бы оценил, не сводил бы с нее взгляд всю вечеринку. Это точно. Алина. Она была королевой этой серии. Как открыла Холостяку дверь, так и была в его фаворитках всю неделю. И комнату она показала, и пробежала с ним, и позавтракала с ним завтраком, который для него приготовила Вика. И мама-то к Алине приехала, и от Ани-то она получила, и от самого Холостяка. Вика. Если бы не словесный понос, который присущ девушке, то Вика была бы идеальной. И хозяйственной, и заботливой, и ласковой, и внимательной, и красивой, и сексуальной, и с чувством юмора. В этой серии как Холостяк, так и зритель посмотрел на Вику с другой стороны. Теперь и за Вику буду болеть. То, что Вика не ответила на некоторые вопросы друга Холостякам, так тут ничего удивительного. Думаю, она растерялась, поэтому и выглядела недалекой. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...